Здравствуйте, друзья! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о самых странных и необычных границах между странами. Вы когда-нибудь задумывались, как выглядят границы, которые не просто разделяют территории, но и создают настоящие курьезы? От странных островов, являющихся приграничной зоной, до городов, которые делят две нации. Знаете ли вы, что существует граница, которая проходит через дома и даже дворы людей? Граница, что разделяет самую высокую гору пополам, а также граница, укрепленная колючей проволокой. В нашем видео мы расскажем о самых необычных примерах границ, которые могут вас удивить. Мы покажем вам странные, опасные и порой абсурдные линии разделения стран. Кстати, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и первыми узнать самые интересные факты. А сейчас садитесь поудобнее и поехали изучать самые странные границы. Гаити и Доминиканская республика Граница Гаити и Доминиканской республики – это история о том, как на одном острове сложились две совершенно разные экосистемы. Обе страны расположены на Карибском острове Гаити и имеют общую границу протяженностью почти 400 километров. Доминикана – райский уголок, тропические леса, кристально чистая вода, туристическая инфраструктура. Согласитесь, лучшего места для отдыха не найти. В Гаити тоже немало природных чудес. Однако, родившись здесь, вы обречены на бедность. Запущенная экология, безработица и тотальное уничтожение лесов, которые вряд ли удастся возродить. Граница между двумя странами проходит через центральные горы. Чтобы ее увидеть, не нужно искать политическую карту. Этот раздел виден даже из космоса. Просто посмотрите на фотографии со спутника. Здесь очень хорошо видно, что территория Гаити гораздо суше, в отличие от Доминиканской республики, которая боролась за сохранение своих лесов. Китай и Непал. Непал – небольшое государство, словно зажатое между двумя мировыми гигантами – Индией и Китаем. Общая протяженность государственной границы между Непалом и Китаем составляет 1389 километров. Северо-восточную часть Непала занимает Гималайский горный хребет, а самая высокая вершина в мире, Эверест, расположена на границе Непала с Китаем. Да-да, часть границы между Китаем и Непалом проходит на высоте 8848 метров. Невероятно! Эту границу мало кому удавалось перейти, ведь взойти на Эверест чрезвычайно трудно, а сама вершина представляет собой снежный купол, на котором одновременно могут находиться не более шести человек. Альпинистам разрешено подниматься на Эверест с обеих сторон. Однако в 2021 году из-за резкого роста случаев инфицирования COVID-19 китайские власти приняли решение отделить своих туристов от непальских и установить на вершине разделительные линии. Россия и США. А вы знали, что от России до Америки рукой подать. Страны разделяет всего несколько километров. США и Россию разделяет Берингов пролив, ширина которого около 80 километров. Не совсем малое расстояние от Чукотского полуострова до Аляски, но линия границы проходит посредине пролива, разделяя острова Диамида. Два небольших скалистых острова принадлежат двум странам из разных полушарий. Остров Ратманово принадлежит РФ, а остров Крузенштерна – США. Ширина пролива между островами составляет менее 4 километров. Именно в этом месте владения России и США сближаются максимально. Жители островов Ратманово и Крузенштерна могут ездить в гости друг к другу без виз. Также это одновременно и самое загадочное место в мире. Ведь здесь проходит еще одна граница – перемены дат. Разница во времени между ними составляет 23 часа. Если посмотреть с одного острова на другой, буквально можно увидеть будущее. Поэтому эти острова еще называют «завтра» и «вчера». Бразилия и Аргентина Границу у Бразилии и Аргентины смело можно назвать самой красивой, ведь она проходит по огромной системе водопадов под названием Игуасу. Комплекс этих водных каскадов насчитывает более 250 водопадов различной высоты и мощи, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Водопады Игуасу протянулись на 2700 метров. Высота падения воды составляет от 60 до 82 метров. Самый высокий из них называется «Глотка дьявола». Это U-образный водопад шириной около 150 метров и длиной в 700 метров. Вода тут грохочет так, что почти невозможно услышать собеседника, а высота, на которую поднимается водяная пыль над глоткой дьявола достигает 150 метров. Вокруг раскинулся национальный парк, территория которого расположена в обеих странах. С какой стороны лучше смотреть на водопады? Сложно сказать, ведь каждому свое. Но если вы любите путешествовать, то вам однозначно стоит добавить в список это удивительное место. США и Канада Граница между США и Канадой самая длинная в мире. Ее протяженность составляет 8891 километр. 6416 километров проходят между Канадой и континентальными штатами, а 2475 километров разделяют Аляску и остальную часть Канады. К тому же это самая длинная в мире немилитаризированная граница. Основная ее часть никак не охраняется. Надзор осуществляется только на самых больших дорогах, между странами и на таможенных пунктах. Кроме того, граница между США и Канадой проходит по диагонали через одно интересное место – через читальный зал библиотеки Haskell. Представляете, это учреждение находится одновременно на территории двух государств. Прямо на полу читального зала протянута светодиодная лента, отображающая разметку официальной госграницы. Правда, вход в здание только один – со стороны США, а вот эвакуационный выход располагается с канадской стороны. Но это не все. Естественной частью границы также является знаменитый Ниагарский водопад, отделяющий американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Болгария и Турция Если границу между США и Канадой фактически можно назвать открытой, то турецко-болгарская граница – ее полная противоположность. Протяженность государственной границы между странами составляет 259 км. В 2013 году правительство Болгарии приняло решение установить вдоль границы с Турцией трехметровый забор с колючей проволокой. Зачем? Чтобы ограничить приток нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки с территории Турции. Входящая в состав Евросоюза Болгария граничит с Турцией на юге. Последние годы число людей, пытающихся проникнуть в ЕС через эту границу, увеличилось. Беженцы рассматривают Болгарию как транзитную страну, поскольку стремятся попасть в Западную Европу. Поэтому в 2014 году началось строительство пограничных сооружений со стороны Болгарии. Заграждение возвели на участке лесистой и холмистной местности, где рельеф затрудняет работу пограничников. Участок защитного забора длиной 30 км и высотой 3 метра укреплен витками колючей проволоки бритвенного типа. Согласитесь, ограждение выглядит более чем неприступно. Но правительство Болгарии на этом не остановилось и со временем расширило пограничный забор вдоль сухопутной границы с Турцией. Нидерланды и Бельгия Проснуться в одной стране, а позавтракать в другой? Запросто. Нужно просто оказаться на границе Бельгии и Нидерландов. Протяженность государственной границы между странами составляет 478 километров. Но нас интересует крошечное поселение Барле, где граница проходит прямо сквозь дома. Граница, проходящая через город, не редкость. Но уникальность Барле в том, что она хаотична и скорее похожа на мозаику. Поэтому, гуляя по одной улочке, вы сможете совершить одно из самых быстрых своих путешествий между странами. Впрочем, если вы посмотрите под ноги, границы становятся очевидными. Тротуары и улицы пересекают полосы белых крестиков, по одну сторону которых стоят буквы НЛ – Нидерланды, по другую – Би – Бельгия. Более того, граница может проходить не только через улицы, но и через дома. У местных жителей случается такое, что гостиная расположена в Нидерландах, а ванная в Бельгии. Как в таком случае понять, какому государству принадлежит жилье? Все просто. Тому, на чьей стороне расположена парадная дверь. Для удобства таблички на домах оформлены в виде флага той или иной страны. Швеция и Норвегия. Граница между Норвегией и Швецией проходит по суше, и ее длина достигает 1630 километров. Обе страны являются членами шенгенской зоны, поэтому нет миграционного контроля. Однако только Швеция является частью Европейского Союза, и между двумя странами проходят таможенные проверки. Но сейчас мы остановимся на самом западном пограничном переходе между этими государствами – Свинесундском мосте. Это невероятный арочный мост, разделяющий шведский город Стрэмстад от норвежского города Халден. Технически совершенная бетонная конструкция перекинута через морской рукав аркой длиной 247 метров. Потрясающее зрелище. Мост является частью автодороги Е06 на участке Гётеборг-Осло. Он имеет четыре полосы для движения, и в день по нему проезжают около 15 тысяч автомобилей. На шведской стороне сразу за мостом расположен торговый центр, куда часто приезжают норвежцы. Им делать покупки в Швеции гораздо выгоднее. Индия и Пакистан. Пограничная полоса между этими странами тянется почти на 3000 километров. Единственный населенный пункт, через который можно пересечь границу – город Вагах, восточная часть которого находится в Индии. Западная – в Пакистане. В этом месте ежедневно с 1959 года обе страны совместно проводят церемонию, которая знаменует собой перекрытие границы на ночь. Церемония закрытия границы по-другому еще называется церемония спуска флагов, или дословно церемония отбоя. Это военно-театрализованное шоу. Начинается все на закате с экспрессивного парада. Пограничники ходят туда-сюда, высоко поднимая ноги и делая короткие прерывистые движения. В момент захода солнца железные ворота на границе открываются, и два флага спускаются одновременно. Флаги сворачиваются, и солдаты с обеих сторон обмениваются быстрым рукопожатием, после чего ворота закрываются. Церемония иностранцам может показаться демонстрацией силы и агрессии, но на самом деле является культурной традицией и не несет негатива к соседнему государству. Войска каждой страны участвуют в этом шоу в мундирах и красочных тюрбанах. Много людей приходит посмотреть на необычное зрелище, поэтому с обеих сторон установлены специальные трибуны для зрителей. КНДР и Южная Корея Когда закончилась Вторая мировая война, корейский полуостров разделился на две страны – КНДР и Республику Корею. Географическая линия раздела между ними длиной 241 километр прошла по 38-й параллели и превратилась в фактическую государственную границу. В 1953 году после окончания Корейской войны между Северной и Южной Кореей была создана демилитаризированная зона – DMZ. Ее ширина – 4 километра, по два с каждой стороны от границы. DMZ проходит через весь корейский полуостров. Он огорожен колючей проволокой и охраняется снайперами, готовыми стрелять в каждого, кто приблизится. А рядом находится заминированная территория. Граница между Северной и Южной Кореями считается непреодолимой. Заграждения должны предотвратить возможное вторжение со стороны Северной Кореи. КНДР – это закрытая тоталитарная страна, обладающая ядерным оружием. Тот, кто рискнет пересечь границу между Кореями – либо полуумный, либо самоубийца. Любой человек, который сделает это без официальных документов, будет застрелен северокорейскими охранниками. Более того, граждане КНДР вовсе не имеют права свободно покидать свою страну. Но несмотря на сумасшедший риск, каждый год тысячи беженцев пытаются сбежать в демократическую Южную Корею. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться с нами в комментариях, граница между какими странами показалась вам самой странной.